В эфире служба новостей Саров-24 в студии Константин Перевозчиков. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Проиндексировали на 3%. С 1 февраля в России увеличился размер социальных выплат. О жизни, театре и кино. В Доме ученых состоялась творческая встреча с Александром Пашутиным. Са три случайные черты. В Культурно-Просветительском центре открылась выставка картин Игумена Афанасия. Далее расскажем обо всем подробно. С 1 февраля 2020 года увеличился размер некоторых социальных пособий и компенсаций. Постановление о ежегодном перерасчете социальных выплат подписал представитель правительства Михаил Мишустин. На 3% увеличатся выплаты героям Советского Союза и России, ветеранам боевых действий, инвалидам, полным кавалерам Орден Трудовой Славы. Также на 3% проиндексируют входящий в состав ежемесячных денежных выплат набор социальных услуг. В него включены лекарственные препараты, медицинские изделия, путевки на санаторно-курортное лечение и бесплатный проезд на пригородном железнодорожном или международном транспорте к месту лечения и обратно. Стоимость полного денежного эквивалента набора с 1 февраля вырастет до 1155 рублей 6 копеек в месяц. По закону он может предоставляться в натуральной или денежной форме. Увеличивается с февраля и пособие на погребение, которое выплачивает родственникам умершего неработавшего пенсионера пенсионный фонд. Новый размер выплаты составит 6124 рубля 86 копеек. Также вырастут пособия при травме на производстве и профзаболеваниям. 28 января премьер-министр подписал распоряжение об индексации единовременных выплат в случае гибели военнослужащего или получением тяжелой травмы. Также ежемесячных пособий по инвалидности, полученные во время службы. На те же 3% выросли выплаты членам семьи сотрудников противопожарной службы и ряда иных ведомств. К другим новостям. Любители легкой ножи вынесли из магазина продукты на 2000 рублей. На следующий день вернулись, набрали товаров на 3000 и снова принесли мимо кассы. Полицейский занимается поиском дерзких грабителей. Чем еще запомнилась минувшая неделя сотрудникам правопорядка, расскажем в следующем репортаже. 106 тысяч рублей на протяжении 4 лет пытается вернуть Серовчанка. В августе 2016-го женщина дала в долг своему знакомому под большой процент. Мужчина написал расписку, но деньги не возвращал. Поняв, что ему все сходит с рук, мужчина занял еще у 10 знакомых. Их уже больше десятка пострадавших только зарегистрированных здесь. А многие просто в надежде на то, что они вернут все-таки когда-нибудь свои денежные средства, не заявляют. Или идут в суд, как гражданско-правовое отношение установить. Суд выносит приказ о возврате денежных средств. На денежные средства никто не возвращает. Молодые люди отдыхали в одном из увеселительных заведений города. Потом к ребятам присоединилась еще одна компания. В ходе общения новые знакомые не сошлись во взглядах на жизнь. Выяснить отношения они решили с помощью силы. Завязалась драка. По итогам конфликта один из мужчин получил травму и был госпитализирован. Диагноз, который был поставлен в КВ-50, это сотрясение головного мозга, ушибленная рана левой темечной области и ссадина шеи. На дорогах произошло семь дорожно-транспортных происшествий с материальным ущербом. В одном пострадали люди. На улице Курчатова водитель автомобиля «Лада Приора», выезжая с прилегающей территории, не уступил дорогу ВАЗ-2112. В результате ДТП водитель, который делился по главной дороге, получил следственное упреждение в виде ушиба голеностопа, голени и после осмотра врачом был отпущен домой. Сотрудники правопорядка настоятельно рекомендуют сыровчанам соблюдать правила дорожного движения и быть особенно внимательными в условиях ограниченной видимости. Ирина Вашегородцева, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24. Нижегородцев приглашает к участию в международном конкурсе «Правники победителей-2020». Участниками могут стать школьники в возрасте от 11 до 18 лет. Основной тезис проекта – от истории семьи к истории страны. Сочинение рассуждения нужно прислать до 15 марта 2020 года. Для этого ребята должны изучить открытые архивы Министерства вороны России, газеты, журналы военного времени, а также письма, документы, фотографии, сохранившиеся в семье. Победители конкурса 9 мая пройдут шествие бессмертного полка на Красной площади. Другая важная информация в подборке коротких новостей. В связи с проведением «Лыжни России» 8 февраля с 8 утра до 15 часов будет закрыто движение автомобилей на участке улицы Академика Харитона. От пересечения с улицей Победы до пересечения с проспектом Ленина. Проезд будет открыт только для общественного транспорта. Напомним, один из главных спортивных праздников зимы – «Лыжня России-2020» пройдет в субботу на лыжной базе. Всех желающих приглашает попробовать свои силы и просто зарядиться хорошим настроением. В САРФИТИ пройдут тренировочные тестирования по единому госэкзамену. Уже 23 марта все желающие смогут попробовать свои силы в биологии, химии, обществознании и базовой математике. А всего тестирования пройдут по 9 предметам. Заявки на участие в пробном ЕГЭ будут принимать до 1 марта в 402 кабинете Саровского физтеха. Более подробной информации по телефону 392-58. Юных саровчан приглашает принять участие в новом сезоне детского проекта «Нуклеар Кидс». Отправить предварительную заявку можно через официальную группу проекта ВКонтакте. К участию приглашаются дети работников атомной промышленности в возрасте от 11 до 16 лет. Ребятам предстоит пройти собеседование, в ходе которого нужно будет показать свои умения в области вокала, хореографии и актерского мастерства. Дополнительные навыки и таланты только приветствуются. Более подробное о проекте «Нуклеар Кидс» можно узнать на официальном сайте www.newkids.ru. На сайте клинической больницы номер 50 продолжает работу проект под названием «Донорский светофор». Все желающие могут в режиме онлайн узнать, какой именно крови сейчас не хватает городским медикам. В соответствии с названием проекта, каждому типу биоматериала в зависимости от группы резус-фактора может быть присвоен один из трех цветов. Зеленый, если такой крови хватает. Желтый, если запасы есть, но их не мешает пополнить. И, наконец, красный, если в городе сложилась повышенная потребность в данном типе крови. В Доме ученых прошла творческая встреча с народным артистом России Александром Пашутиным. Актер читал отрывки произведений известных классиков, пел песни и делился с поклонниками своего творчества историями из жизни. Также Александр рассказал о начале своей карьеры и предпочтениях в музыке и кино. Подробности далее. Почему, дружок, да потому, что я жизнь учил и учебникам. Просто я работаю. Просто я работаю волшебникам. Волшебникам. На работу в театр все попадают по-разному. У одних родители актеры, другие приходят из различных творческих объединений. Александр Пашутин на театральной подмостке попал прямиком из Воронежского Суворовского военного училища. И почти сразу начал участвовать в массовках на сцене. Я так хотел быть артистом. Я приехал в родную Москву, поступил в студию при театре Станиславского. В этой студии были такие замечательные актеры, ныне известные. Это Инна Чурикова, Никита Михалков, Виктор Павлов, Лиза Никищихина. Замечательная была студия. После этого я поступил в школу-студию при Московском художественном академическом театре. В 1964 году Александр поступил в школу-студии МХАТ имени Горького. Как признается сам артист, он учился у поистине великих педагогов. Павла Массальского, Всевлышиловского. Там же впервые взял в руки гитару. Это сейчас мы приходим, флешка, флешку поставил, оркестр, тебе играют. А это были 60-е годы, флешек не было. Была гитара. Я купил себе гитару, это было модно. И Коля Караченцев, мой дорогой Коленька, Коля меня учил играть на гитаре. Слова, первые слова. Вот за меня невеста отрыдает честно, Володя Высоцкого. Он учил на гитаре. Потом приходил Володя Высоцкий. Володя показывал мне тоже какие-то аккорды. Вот они были, учили меня играть на гитаре. Впервые на большом экране Александр дебютировал в 1970 году в фильме Петра Додоровского «Городской романс». Сегодня за плечами актера уже более 200 картин. И несмотря на солидный возраст, актер продолжает принимать предложения по выступлениям и съемкам. В ближайшее время он планирует сняться в четырех фильмах. А 9 мая по приглашению администрации президента выступит в Москве на концерте, посвященном 75-летию со дня Великой Победы. Мария Ирунич, Евгений Шевцова, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров-24. Лики святых, сцены из Евангелия, портреты священнослужителей и прихожан, натюрморты и пейзажи. В Культурно-Просветительском центре открылась выставка творческих работ Игумена Афанасия в миру Тихонова. Экспозиция под названием «Сатри. Случайные черты» собрала около ста работ монаха. Большую часть занимает картина в технике масляной живописи. На вернисаже побывала наша съемочная группа. В Культурно-Просветительском центре Саровского благочиния собрались ценители живописи всех возрастов. Поводом стало открытие персональной выставки и творческая встреча с саровским художником Игуменом Афанасием. Мы видели объявление о том, что будет выставка, понравилась биография этого человека. Решили прийти посмотреть. Очень нравятся портреты. Да, картина есть, нам очень понравилась. Там глаза век живые. Вообще, я люблю смотреть на глаза на выставках. Это показывает душу художника. Это уже третья творческая выставка Игумена Афанасия в Сарове. В этот раз ее приурочили к 60-летию художника. В экспозиции представлено более 100 работ. Особое место здесь занимают портреты. Художник запечатлевает душу модели, а не просто черты лица. Без внимания мастера не остаются и натюрморты с цветами. Это дань уважения любимой матери. На выставке от каждой картины веет ароматом лета и солнца, брызгами росы и дуновением ветра. Каждый раз Игумен Афанасий старается показать на выставке все свои наработки. Вот сколько накопилось, я не знаю, там что-то работ, самых разных жанров, потому что и мысли, и... Но это за годы же. Это то, что у меня как-то осталось в мастерской, то, что накопилось. Творческий путь художника был противоречив и начался в 80-е годы. Именно тогда он проявил интерес к разным видам искусства и религий. За творческой работой мастера стоит огромный труд – напряженные искания, радость находок и горечный удач. К каждой картине Игумен Афанасий подходит с особым трепетом. На вопрос, откуда художник черпает вдохновение, отвечает просто. Во-первых, ее не ищут. А во-вторых, ну как-то молишься, как-то... Кто ищет, тот всегда найдет. И тот, кто стремится, в конце концов, Господь даст. Игумен Афанасий уверяет, что никакие проблемы никогда не могли и не смогут помешать самому главному в жизни – служению людям. Его картины – неотъемлемая часть этого служения. Познакомиться с творчеством Игумена Афанасия можно в Культурно-Просветительском центре Саровского благочиния по адресу Проспект Мира, 50, до конца февраля. Подробнее о выставке можно узнать на сайте православный Саров. Ирина Вашегородцева, Евгения Шевцова, Сергей Ряба. Служба новостей, Саров-24. В детском саду номер 31 прошел конкурс «Родитель года». Мама и папа представили на суд жюри видеоролики, показали творческие номера и попробовали найти выход из той или иной проблемной ситуации. Также родителям надо было придумать игру, которой можно занять ребенка на весь день. Подробности в следующем репортаже. Что делать, если ребенок просит собаку? Как разрешить конфликт из-за игрушки? Как увезти малыша домой, если он не хочет? Участникам конкурса «Родитель года» предстояло найти ответы на эти непростые вопросы. Также мама и папа показали свои творческие способности, спели, станцевали, инсценировали целые спектакли. Еще одно испытание, которое им предстояло – за пару минут придумать игру из подручных материалов. Оценивали конкурсантов сотрудники департамента образования и администрация сада. Украсили вечер выступления воспитанников. Конкурс «Родитель года» уже несколько лет проходит в разных садах города. Но для 31 сада – это первый опыт. Родителям предоставляется возможность поделиться собственным педагогическим опытом, проявить себя творческим, показать, наверное, как они видят детский сад. Такой конкурс, по мнению организаторов, нужен и воспитателям. Для них это возможность посмотреть на себя глазами родителей. Каждый воспитатель оказал неоценимую помощь команде участников своей группы, поддержал их и дал советы. Родители же в своих выступлениях благодарили тех, кто каждый день заботится об их детях. Родители, конечно, безумные молодцы. Все так здорово организовали, придумала прям целые артисты. Побольше бы таких конкурсов. Спасибо огромной администрации детского сада, что все это устроило. Это так здорово сплотило родителей, опять же, с воспитателями между собой. Круто и весело, продолжайте в том же духе. Победителем стала команда родителей и воспитанников подготовительной группы. Проигравших не было. Каждый участник получил заряд хорошего настроения и массу положительных эмоций. В планах организаторов сделать конкурс ежегодным. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работал Константин Перевозчиков. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова